Здравствуйте! Рад вас снова приветствовать на нашем YouTube-канале Энот по стриму. Сегодня у нас на разборе очередная машинка от Endis. Endis Cordless Easy Clip Lee. Позиционируется она как машинка для стрижки животных, но только для каких-то мелких пород, таких как баллонки, ёрки, тойпудили, швейцу и тому подобные. То есть без подшерстка, довольно слабенький мотор. Если рассматривать его как мотор для стрижки животных, ну, давайте посмотрим, что же у нас там внутри прячется. Итак, разглядывая упаковку, мы в первую очередь видим, что из упаковки у нас торчит вот такая вот штучка. И давайте глянем на эту штучку поближе. Итак, если говорить о комплектации этой машинки, то сразу же у нас в комплектации нужно отметить наличие вот такого жесткого кофра. Помимо кофра у нас в комплекте, конечно же, сама машинка. С таким вот защитным колпачком, который не держится абсолютно. Есть зарядное устройство, но без зарядной подставки. Есть насадки. Здесь у нас 6 насадок от 3 до 25 мм. То есть там 3, 6, 10 и так далее. И есть масло. Небольшой флакончик. Если говорить о том, что это машинка для стрижки животных, то масла маловато. Хорошо, давайте все лишнее убираем. Ну, и поговорим конкретно о машинке. Машинка у нас аккумуляторная с комбинированным питанием. То есть можно работать как от аккумулятора, так и если аккумулятор непредвиденно разрядился, то можно работать и от шнура. Она у нас, еще раз повторимся, для животных, но для мелких животных. Каких-то очень волосатых пород ей не постричь. Ну, и кошек ей стричь тоже, наверное, проблематично, так как у кошек обычно имеется густой подшерсток. А эта машинка с подшерстком справляться будет не очень. Кроме того, я бы сказал, что этой машинкой можно без проблем стричь не только зверей, но и людей. В принципе, эта машинка является точной копией вообще без всяческих изменений, без любых изменений относительно машинки для стрижки людей Endis Cordless US Proli. То есть вот вообще один в один отличается только надписью и вот таким вот замечательным кофром. Но об этом мы поговорим еще дальше подробнее. Эргономика. Эргономика у этой машинки, в общем-то, не на высоте. Это, конечно же, не Moser или Panasonic аккумуляторные. Это все-таки эконом-сегмент. То есть это аналог барберской серии от Wall. Да, всяких там Wall Super Taper Cordless, Wall Magic Clip Cordless и вот Endis Cordless Easy Clip US Proli. Они, в общем-то, в одном ценовом сегменте. И эргономика у них примерно одинаковая. То есть, ну, как-то в руке лежит. Не сказать, что бы идеально. Но, тем не менее, какого-то особого дискомфорта не вызывает. У этих машинок достаточно ощутимая вибрация. Она, опять же, выше, чем у мозеровских машинок. Немножко они шумнее. Но шум, в общем-то, не напрягающий, не раздражающий. Вполне, в принципе, пойдет. Вес машинки 280 граммов. Это, в общем-то, стандартный вес для аккумуляторных машинок. У аккумуляторных машинок профессиональных для стрижки людей вес колеблется в пределах 260-300 граммов. Ну, вот здесь 280 – это вполне себе средненький результат. Нож здесь с регулировкой длины среза, регулирующийся в диапазоне от 0,5 до 2,4 мм. Регулировка при помощи бокового рычага. Нож не быстросъемный. Нож на винтах, соответственно, чистить его не очень удобно. Для ежедневной чистки используется щетка. Плюс можно взять кусочек картонки между ножами, его просовывать, чтобы почистить. Ну, а для более качественной чистки необходимо каждый раз откручивать винты. И разобрали, почистили внутри, собрали обратно. Это, конечно, минус. Ну, а плюс то, что здесь можно выставить ножи в ноль. Некоторые это очень любят. Чтобы максимально короткий срез выставлять, чтобы какую-никакую окантовку можно было делать машинкой на людях. Для собак это не актуально. Для собак настраивать в ноль ни к чему. Ну, какая есть, машинка такая есть. По ножам особо добавить нечего. В принципе, нож как нож. Дальше. Мотор. Мотор здесь, как и у подавляющего большинства аккумуляторных машинок, роторный. 5500 оборотов в минуту. Это, в общем-то, стандартные обороты для аккумуляторных машинок. Аккумулятор здесь у нас литий-ионный. Заряжается он полтора часа. Работает он у нас на одной зарядке два часа. Как мы с вами уже говорили ранее, зарядной подставки здесь нет. И заряжается напрямую от провода. То есть, втыкаем зарядку в розетку. Втыкаем провод в нижней части машинки. Загорелся зелёный огонёк. Всё, зарядка пошла. Первую зарядку сразу после покупки производитель рекомендует делать подольше. Не полтора часа, а три-пять часов. Это, в принципе, общая рекомендация у всех производителей. Первая зарядка должна быть более продолжительной. Поскольку на заводе машинку не заряжают. Там есть, конечно, какой-то остаточный заряд в аккумуляторе. Но первый раз рекомендуют заряжать его до талого. Даже если у вас лампочка погасла, да, всё равно выдерживаем подольше в первый раз. Ну, а дальше уже заряжаем полтора часа. Хорошо. Зарядили. Емкость аккумулятора 9,6 ватт-часов. Соответственно, делим на два часа работы машинки. Получается у нас, что мощность мотора 4,8 ватта. Для зверушек это, конечно же, маловато. Поэтому рекомендуют её только для самых простых пород. Ну, для простых в плане шерсти. Всякие ёрки, баллонки и тому подобное. А если же рассматривать её как машинку для стрижки человеков, то мощность более чем достойная. Собираются эти машинки в США. Сборка американская. Не скажу, что это хорошо. Но, в принципе, качество сборки здесь вполне достойное. Зазоры, давайте посмотрим, на машинки практически отсутствуют. Здесь можно кинуть камень в огород валовских машинок Синьор и прочих с металлическим корпусом. Где зазоры просто чудовищные. Крышки часто стоят горбом. Здесь такого нет. Всё очень аккуратненько. Зазоров практически нет. То есть, шерсть туда попадать, если и будет, то в очень небольших количествах. И особо часто разбирать машинку для чистки не понадобится. Но, тем не менее, раз в год рекомендую всё-таки откручивать крышку. Заглядывать, что там внутри происходит. Проходиться щёткой, вычищать все лишние волосы. Потому что они могут мешать, какие-то контакты засырять. Может в определённый момент просто машинка отказаться работать. Но, опять же, после чистки обычно всё становится нормально. Ну и отверточка здесь лежит не просто так. Давайте заглянем внутрь машинки. Итак, раскрутили мы машинку. Раскручили. И видим внутри, в принципе, не сильно отличающуюся от валовских машинок компоновку. Мотор, аккумулятор и плата. В принципе, всё то же самое. Повторюсь, никаких принципиальных отличий здесь нет. Но, тем не менее, я бы отметил один вот такой вот замечательный момент. Но для того, чтобы его отметить, давайте открутим ещё три винта. Итак, ещё три винтика мы открутили. И теперь можем вытащить всю начинку разом. Итак, плата здесь, хотя внешне, и выглядит точно так же, на первый взгляд. Но, если приглядеться, то на ней размещено гораздо больше электронной логики. И гораздо больше электронных компонентов. Соответственно, что это нам говорит? Данный факт нам непрозрачно намекает, что здесь вот эта плата выполняет не только функции заряда-разряда аккумулятора, но и, видимо, здесь идёт управление оборотами машинки. На самом деле, я нигде не видел на сайте заявлений о том, что скорость двигателя регулируют, но обилие логики нам на это непрозрачно намекает. Ещё раз глянем маркировку аккумулятора. Здесь 9,6 Вт часа, 3,7 Вольта. На этом, пожалуй, интересное. По этой машинке мы всё рассказали, и пора сделать выводы. Итак, для кого эта машинка? Для зверушек. Ну, для зверушек я бы не сказал, что она годится. Это если только для домашнего применения. Постричь какую-то одну свою баллоночку любимую, либо одного своего Ёрка любимого. Если у вас животных несколько, уже рекомендую вам взять что-то посерьёзнее, какое-то роторное сетевое решение от Мозер, Волл, Эндис, неважно. Но эта машинка, на мой взгляд, замечательно подойдёт для стрижки людей. Причём как для домашнего использования, так и для профессионального. Единственное, для профессионального использования, да и для домашнего тоже, хотелось бы набор насадок немножко пошире. То есть, здесь есть насадки 3, 6, 10 и так далее миллиметров, но нет насадок 1,5 и 4,5 миллиметра, которые, однако же, можно докупить отдельно. Зато есть такой офигительный кейс, очень удобный, в котором удобно хранить машинку. Особенно актуально это для домашних пользователей. Понятно, что для профессионалов кейс, в общем-то, не нужен. У них машинка постоянно в работе в тележке. Ну, а дома хранить было бы очень удобно. Что ещё можно отметить? Значит, ну, здесь всё определяется ценой. В нашем магазине на сегодня эта машинка стоит дешевле, чем US Pro-Li Cordless, который позиционируется для стрижки людей. При этом сами эти машинки абсолютно одинаковые. В чём мы, наверное, убедимся в одном из последующих видео с разбором обеих. Покажем, что там внутри всё одинаково, ножи одинаковые. Поэтому обратите внимание на ценник. Если ценник этой машинки вам больше нравится, чем других, берёте её. Если она вдруг станет дороже, то, наверное, выгоднее взять её из Pro-Li Cordless. На этом, пожалуй, всё. Если какие-то вопросы остались, задавайте их в комментариях под видео. На этом всё. Пока-пока.